Мы, участники митинга, требуем полного сокращения штата сотрудников гостиницы «Коммунальник», отмены статуса гостиницы с жилого дома, передачи здания общежития в жилой фонд. 285 человек, включая детей и стариков, как можно выгнать на улицу? Выписки из Росреестра вчера взяли бумагу, здание не принадлежит гостинице. Оно не зарегистрировано, просто жилое помещение, оно даже не числится на бюджете государства. Оно даже государству не принадлежит. Как можно прибрать целое здание к рукам и людей выселить на улицу? На основании чего у этих людей многие годы собирают квартплату за проживание якобы в гостинице, если никто не имеет права на это здание? Как люди платят? Кому они платят? Люди должны своего ребенка накормить или кому-то в карман денежку положить? В прошлом году выписка из того же Росреестра гласила, что здание принадлежит гостинице «Коммунальщик». В этом году каким-то чудесным образом это здание стало ничьё. Та же выписка из того же органа гласит, что здание оказывается ничьё. Как такое может быть? Я вам ещё раз говорю, если у вас есть вопросы по законности, гостиницы и так далее, для этого есть, я же вам говорю, судебные органы, прокуратура, надзывающие органы. Я вам скажу громогласно тут, я вам скажу так, судебные органы, не стесняясь, когда нам говорят, что мы должны вас выселить по звонку сверху, о каких судебных органах идёт речь? Насчёт правоохранительных органов, насчёт надзорных органов и насчёт прокуратуры, я вам просто одну вещь скажу на заметку, что в течение шести лет, в которых мы боремся, мы покажем любому человеку, любому юристу ответы прокуратуры, где они сами себе противоречат. По одной выписке, по одному ответу у них здание жилое, по другому ответу у них здание нежилое. По одному ответу у них здание строилось изначально под гостиницу, по другому строилось под общежитие. Как мы должны нашей прокуратуре верить? Понимаете, вот то, что вы говорите, да, ну, мне на это нечего вам ответить, потому что я не знаю, что ответить. Просто не знаю.